друзья коллеги приветствую вас меня зовут юлия куликова и эксперт по выкупу имущества с государственных торгов пока ты смотришь это видео подпишись на мой канал чтобы получать новую актуальную информацию о государственных торгах самый частый вопрос который я стала встречать это подходит ли электронная цифровая подпись для участия в торгах индивидуального предпринимателя или физического лица да то есть зависимости от того какая электронная подпись как все-таки нужно регистрироваться на площадках и так давайте более подробно с этим поговорим а для того чтобы нам в принципе участвовать в торгах в государственных торгах да то есть я мы говорим только про муниципальные те что публикуются на платформе гистарки да то есть на витрине что нам необходимо сделать нам первично нужно зарегистрироваться регистрацию мы проходим вот на главной странице если вы видите мы заходим и нажимаем зарегистрироваться авторизация нас проходит через госуслуги поэтому здесь я заходить не буду а теперь я вам хочу показать что у нас происходит дальше дальше у нас происходит такой выбор вы видите что я зарегистрирована как куликова юлия владимиром то есть как физическое лицо и авторизовываться я тоже буду как физическое лицо как индивидуальный предприниматель я не зарегистрирована хотя у меня электрон цифровая подпись была как индивидуального предпринимателя и до этого я сразу вам скажу очень много лет я работала с этим и подписывала все электронной цифровой подписью для индивидуального предпринимателя и принципе никаких вопросов не возникало то есть да я зарегистрирована как физическое лицо индивидуальные предприниматели приравнивается к физическим лицам да то есть и все у меня проходило все было прекрасно до марта 2024 года что у нас изменилось в марте 2024 года я сейчас вам покажу да то есть но еще раз возвращаемся во первых нужно пройти регистрацию в системе гис это делается через непосредственно личный кабинет и здесь у нас есть подписание это еще все не публикуется это еще в тестовом режиме все работает поэтому здесь не обращать на это внимание регистрация на электрон торговых площадках да то есть как только вы проходите регистрацию в системе в гис здесь у вас справа должно быть зарегистрироваться подписать электрон цифровой подписи вы подписываете и вот здесь у вас на площадках автоматически в течение суток проходит регистрация в принципе клу круто и классно но есть одно такое большое но какое итак давайте разберемся помимо регистрации в системе гис у нас есть еще требование каждой электронной торговой площадки и я еще раз повторюсь да то есть раньше было так я зарегистрирована и как физическое лицо могла участвовать в торгах с электронной цифровой подписью от налоговой как физическое лицо никаких проблем не возникало также я была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель на некоторых площадках и участвовал в торгах с электронной подписью физического лица да то есть но такая путаница у нас произошла произошла она у нас почему потому что раньше у нас регистрация прыха происходило чипа сорок четвертому как бы федеральному закону на же все это к единый системе гис относит проходила у нас регистрация а непосредственно через реестр участников закупок потом нам разрешили проходить отдельную регистрацию на каждой электронной торговой площадке да то есть новая перечень у нас не был утвержден поэтому в принципе мы участвовали на всех площадках это были по большей части оффлайн торги мы ездили на них далее на 23 году все изменилось и вообще все перевели в электронный вид кроме земельных торгов земельные торги на счет до определенного периода будут проходить в оффлайн да то есть и теперь вот мы пришли к такому что мы все участвуем в онлайн торгах и вот здесь у нас прошла путаница то есть еще раз я зарегистрирована как физическое лицо и участвовал в торгах как физическое лицо но с электронной цифровой подписью для индивидуального предпринимателя меня вообще не возникало никаких проблем но в последний раз у меня возникла такая проблема при непосредственно при подаче уже заявки то есть что произошло на площадке ртс тендер да то есть ключевое слово именно площадка отвечает за этот момент то есть я подавая заявку на участие в торгах от имени клиента прикладывая доверенность подала заявку и увидела о том что сама заявка подалась не как физическое лицо не как от физического лица а от индивидуального предпринимателя а с учетом того что я сменила фамилию да ты что я была как не видать что я была атаманова потом я сменила фамилию я стала куликова я отозвала заявку приложила свидетельство о рождении дополнительно написала письмо организатору торгов да то есть о том что в принципе произошла такая ситуация о том что участвовала всегда в торгах как физическое лицо с подписью электронно-цифровой под о т.п. и никаких вопросов не возникало да то есть организатор торгов мою заявку принял но по большей части никто с этим разбираться не будет то то есть сказано физическое лицо что может только участвовать соответственно только физики и могут да то есть свои электронно-цифровой подписью заходить да то есть в эти торги все то есть я поехала переделал электронно-цифровую подпись как физического лица то есть да у меня есть отдельно электронно-цифровая подпись от налоговой эта подпись мне нужна для того чтобы мне работать в личном кабинете с налоговой добавлять акведы например подписывать договора да то есть все я использую исключительно там и теперь у меня также есть электронно-цифровая подпись физического лица электронно-цифровая подпись физического лица то есть так как я зарегистрирована на площадках так я и непосредственно участвую как физическое лицо поэтому пока еще площадке принимают такие электроны цифровой подписи но я думаю в скором времени все это изменится поэтому если вы сейчас в раздумьях все-таки как физическое лицо потратить деньги да то есть причем это примерно ну шесть с половиной тысячи будет стоить электрон цифровой подпись если у вас токена никогда не был токен такая флешечка маленькая куда она записывается если она есть например четыре в половину будет стоить тысячу вас электрон цифровая подпись либо как индивидуального предпринимателя да то есть ну понятно нам налоговую бесплатно выдается но вам только токи нужно купить поэтому смело идите если вы хотите сейчас как физические лица и покупать электрон цифровые подписи физических лиц я рекомендую тензор но вы можете выбрать любой другой аккредитованный удостоверяющий центр я не рекомендую вам покупать электрон цифровые подписи которые у нас выдаются дистанционно и потом их как бы вам говорят вы скопируйте их и разместите на флешку потому что так мы подвергаемся к мошенническим действиям так вы можете лишиться не только своей недвижимости принципе любого другого имущества поскольку подписав документ электрон цифровой подписью да то есть любой человек от вашего имени завладев вашими паспортными данными может подписать документ от вашего имени и зарегистрировать его к примеру в росреестре сделать регистрацию либо через гибдд то есть также перерегистрировать ваш автомобиль поэтому будьте внимательны и осторожны электронные подписи свои никому не доверяйте да то есть если кому-то доверяете лучше берите дополнительное соглашение на какой период у вас человек взял электронную подпись с указанием паспортных данных чтобы в случае чего вы всегда могли сказать что я вот этому человеку давал вот у меня здесь есть договор посмотрите это не я я надеюсь это видео было вам полезным подписывайтесь на мой канал задавайте свои вопросы я с радостью на них отвечу до встречи в следующих видео